Так, доброе утречко, блин, вообще отлично. А где все мебели у меня в доме? Опять все вынесли что ли? Хотя я даже не знаю, чей это дом, уже я просто зашел сюда переночевать. Так а это что, образцы, чтобы не забыть, как мебель выглядит? Ну хорошо, стул, коробка, я вроде помню. Все весь сюда приклеил. Ну суперклеишь что ли? Ладно, не знаю. Ну нифига себе. Пойти у соседа спросить, как делишки у него. Васильевич, ты дома, нет? Странно, почему я всегда помню имя соседа? Опа, нифига себе, еще и забито все, ты смотри-ка. Шкафчик имеется. А телек рабочий, нет? Даже не знаю, рабочий он или нет. А зачем забил-то, блин, ты мне это объясни. Что-то в подвале, наверное, прячет. По-любому жратву в подвале их прячет. В холодосе нету, значит, в подвале. Опа, Васильевич стоять! Зачем он меня назад в эту коробку вернул? У него приколюха такая меня, что ли, ловить и назад возвращать. То есть как сидеть вечером у меня дома, так все нормально, да, Васильевич. А как к тебе я в гости зашел, так сразу даже разговаривать со мной не хочешь. Просто взял и ушел. Обалдел совсем, я смотрю. Музычка. Музычку тебе хоть врубить послушаешь. Так, и что у нас здесь? Отлично. Здесь я даже пролезть и не могу. Вообще шикарно, я бы сказал. Зачем я у него все беру и разбиваю, я понять не могу. Васильевич, ну стоять, не трогай ты меня. Так, вроде руки, ноги на месте. Да что за 10-й рука, почему я здесь очухиваюсь-то постоянно? Я ничего не понимаю. Вон поверху что-то ходит там. Не надо ходить. Опа, интересненько слушай. А если есть... О, магнит нашел. Шикарненько. Так, магнитик есть. Это хорошо, когда есть магнит. Плохо, когда нет магнита. Васильевич, слушай, а ты что, инженер какой-то, ученый что ли? Нафига ты электромагнит делаешь постоянно и где-то на улице разбрасываешься? Не, я просто думаю, если что-то делаешь, то это что-то должно работать потом. А не так, как ты. Наверх куда-то пошел. Ну, иди, иди наверх. Там прогуляйся. Так, что у нас здесь есть? Так, лопата есть и ключ есть гаечный. А нафига ты все это закрываешь? Не, ну инструменты всегда должны рядом как-то находиться, не под замком. Вдруг куда-то пройти нужно и так далее. Поломка какая-то. На улицу ушел. Ну, ты ходи там по улице. О, е-мое, е-мое. Васильевич, завязывай, завязывай вот эти все вот догоняшки, я не знаю. Че тебе надо-то постоянно от меня? Я все понять никак не могу. Все, ты пошел, обиделся на меня. Ну, как вместе сиди, так не обижаешься. А как ты ходишь по капкану? Он че, на тебя не работает? Что нифига себе нанотехнологии, блин. Так, давай-ка открутим. Опа-на-то, смотри-ка, сверху че-то лежит. Нифига себе, а как ты туда грузовичок-то вообще загнал? Ну, мне так честно поржать узнать, как ты это делаешь. Ну, и что ты сделаешь? Так, а что у нас здесь есть? Золотой ключик надо бы. А где мне взять золотой ключик? Так я надеюсь, он сюда не доберется. Ну, там сверху где-нибудь и бегай. Не надо ко мне лезть. Так, че-то не ключа нету, нифига нету. Может, под подушкой спрятал? А это что, блин? У тебя тут че, куклу с клан начнет, что ли, или что? Главное, что музыка играет, успокаивает. Вот это вот самое главное. Так, а здесь-то нету нифига, и зачем я сюда вообще тогда залез? Кружка. Можно домой забрать чай и из нее пить. Хотя у меня чайника нету, как я буду пить чай? Где ключики-то все? Куда все дели? Ну, ладно, пойдем еще где-нибудь посмотрим. Может быть, что-нибудь найдем. А может быть, и ничего не найдем. Всякое бывает, что здесь сказать. Отлично. То есть, здесь решетка все закрыта. А как мне открыть эту решетку? Интересненько. К такому меня жизнь не готовила. Может, картины какие-то нет? Да вроде нет. Вот. Нет? Не, нифига не то. Да ё-моё, как же меня заставить-то это все дело работать? Подожди, а ты что качаешься? Там есть кто-то, что ли? Мы что-то завелись? Да нет. Так, а как мне тогда открыть? Выключатель, может быть, где-нибудь есть? Да нифига здесь нету нигде. Там выключатель единственный, тут не работает. Так, а есть, допустим, туда коробками подстроиться? Не, ну мало ли. Так, ладно, ключ мне больше не нужен. Магмит мне тоже, кажется, больше не нужен. Давай коробки возьмем, я не знаю. Фигня какая-то. Как меня открыть-то? О, а может раскопать можно? Нет, раскопать тоже нельзя. Тогда лопату здесь и бросим. Нафига мне лопату, блин? Я что, гробовщик, что ли, какой-то за лопатой ходить? Не, ну реально, поставлю здесь коробки, да и все, и по ним залезу наверх. И посмотрю, что у нас там есть. Что-то не совсем аккуратненько как-то я сложил. Ну да ладно. Так, ну стой, 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 стой. Ты должен... Ну куда, куда, куда полетела? Ну вот. Так, вот так может получится. Что-нибудь... Оп, оп. Так, отлично. Так, сюда я не знаю, как попасть. А вот и все, в принципе, нафига, как говорится, я парился там, что-то искал. Так, нашел красный ключик. Отлично. То есть можно было решетку даже не открывать, в принципе. О, Джонни, Билли, Вилли, Дилли, все... Нифига себе! Ты за что Дилли-то так? Блин. Какой-то сумасшедший сосед все-таки. Чем к Дилли прикопался? Какие видео-ньюсы. О чем уж у тебя в багажнике лежит? Нет, да в багажнике тоже вроде нету. А где мне ломик-то теперь взять? Фига себе, а что он такой тонкий? Так как мы здесь держимся-то вообще? Тем более грузовик здесь еще держится. Я так понимаю, мне лом еще где-то найти нужно. Ломик, ты где? Я не вижу ломика. Так же я не вижу, какую-то фигню можно открыть. Так, а нафига здесь бинокль? Может где-то сверху лом лежит? Давай-ка внимательно все осмотрим. И вот что-то я ничего не вижу, блин. А может без лома откроется? Хотя без лома нет приема. Так, а наверх здесь никак не залезти? Да, никак. Василий что-то все куда-то лезет, лезет. А может дверь вообще без лома открывается? Да и все. Я здесь парюсь что-то. Нифига себе! Блин, я думал ноги себе сломал. Да что, какой-то странный. Ковдень с рукава, но мы в том же месте просыпаемся. Только вещи остаются при мне. Здорово! Ну вот правильно, свой капкан, собственно. Ну как тебе? Нормально, да? А представь, я в него залетаю. Мне тоже не совсем приятно. Стоять, это моя территория, это мой дом. Хотя это же не значит, это дом. Ну вроде мой. Давай, иди отсюда куда-нибудь уже. Что ты ко мне прикопался-то? Пошел реально куда-то. Так а может быть лом-то и не нужен? Хотя мне кажется, что нужен однозначно. Только где он спрятан? Кого-то там капкан опять хочешь разветвать? Сверху кого-то посмотрел. Может мышей в доме ищут, я не знаю. Так, ну он куда-то там на кухню пошел. Ну вот иди на кухню покушай. Да ё-моё! Не открывается нифига, надо лом. Василий, что в подвале прячешь? А у тебя есть лом? Поможешь мне, я помогу тебе. Походу мы как-то не поможем друг другу. Ломик, ломик, где же ты? Так, ну я не знаю даже где его искать. На первом этаже, в принципе, здесь я все осмотрел. Здесь нет лома. Вот в этой комнате, кстати, не смотрел. А где он? Василиич, ты где? Ё-моё! Ты хватит меня так, блин, ловить-то, а то я пугаюсь. Да нет, я думал, может, сверху открывает что-нибудь, мало ли. А нифига там сверху не открывает. Так, давай еще раз сверху посмотрим. Потом спрыгнем сюда, посмотрим лом. Хотя мне кажется, что там, что там будет просто облом, да и все. Так, сверху здесь тоже нет лома. Так, сюда залезть никак нельзя, да я так понимаю. Это фиаско, братан. Блин, ну зачем здесь стол и нафига... Ой, стол, говорю. Две табуретки и столик, блин. И диле еще поотбили. Как они могли? Они убили диле. Так, или молоточек, может, какой-нибудь найти. Не, мне просто смущает то, что здесь бинокль лежал. Может, где-то лом рассматривал все-таки отсюда. Ломик, ты где? В Караганде, блин, походу. Отлично. То есть я машину, да, могу таскать? Нифига я мощный, блин. Леха мощный, Леха сильный. Так, ладно. Так, а я назад-то туда никак уже не попаду. А, нет, вот. Так, а может, сверху здесь где-нибудь? Да и сверху тоже нету. Ну, как бы, лом не маленький такой, чтобы его взять просто и запрятать куда-то. Кубик Рубика, смотри-ка, есть. А больше нету нифига. Вот такая вот фигня. Даже ключа нет золотого. Чтобы здесь просто дверь открыть и не париться. Так, это я все выкинул. Не, ну где-то же однозначно лежит. Так, на верхних полочках тоже нет, походу. Нифига себе, это что, арбузная подушка? Ну, хоть бы застелил здесь подушка, главное, если этого нет. Ну, на жестком тоже иногда спать полезно, между прочим. Что-то все разбивается вокруг. Не, надо однозначно на первом этаже искать. Я думаю, шар для боулинга мне поможет в этом. А, вон он где. Он-то, по-моему, на один тот же капкан 10 раз наступил. Обалдеть, нифига как ты умеешь. О, нифига, ты прям упал, блин. Не, ну это мощно было, не спорю. Когда он улетел-то? Как тебя вообще не убило, Василич? Ты до сих пор в шоке стоишь, даже ко мне не идешь. Нет, не в шоке. Тебе голову ничего не разбил случайно? Не, ну тебе прям знатненько так прилетело. Давай еще раз попробуем, а, Василич? Вот он я. Василич. Блин, реально ты прям падаешь. Не, ладно, хорошо. Старших обижать нельзя, но еще разочек я тебе вкинул. Стоять. Держи подачу, Василич. Нифига себе. Ты меня даже не заметил, да, то есть. Ну, тебя, я смотрю, поздноватое какое-то зажигание, конечно. Так, может, на кухне где спрятал? Да у него на кухне-то здесь спрятать-то негде. Нифига ж, картины падают. Блин, а можно куда-то духовку залезть? А если у меня там, блин, за это вы... Да е-мое! Еще и бинокль выкинул из-за тебя. Как же я теперь без бинокля? Подожди, там ружье, что ли, или что это? Нет, там просто свет так падает. Василич, куда шар-то от боулинга делся, блин? Скажи мне, пожалуйста, куда он улетел от твоей головы? Ну, улетел он далековато куда-то, я смотрю. А вот он, кстати. Так, ты где? Василич, выходи! Вон, бежит, смотри-ка. Вот реально упал, блин. Все, Василич, давай завязывай, я пошел это. Мне лом нужен. А то какой-то облом. Нифига себе, а как ты так? Откуда ты знал, что я там под кроватью нахожусь? Блин, да как мне спуститься там вниз? Я ничего не понимаю. Я не вижу нигде ни молотка, ничего такого. Ни ломика. Может, еще раз его в каморочке посмотреть? Может быть, там лежал вместе совсем? Ты там опять из окна, что ли, выходишь, или что? Вот, ты валяйся здесь. Меня не трогай. Так, что, найдет меня или нет? Да ты надоел, почему ты туда вечно заглядываешь? Что, блин, шкафов тебе мало, что ли? Нет, если где-то спрятался, значит, под кроватью, блин. Так, может быть, здесь где-нибудь лом, там, молоточек есть, я не знаю. А может быть, его вообще нету? Да уходи, может быть. Не знаю, может, пойти на подоконнике постоять? Ну, а чем еще заниматься? Идешь и стоишь на подоконнике. Не, ну, он реально как кегли отлетает, блин. Все, вон, иди, да, за дом. Я сейчас аккуратненько прокрадусь. Все шикарно. И дома сейчас у тебя поищу в кладовочку и все осмотрю. Не, ну, по-любому, если бы лежал где-то молоток, я бы его именно туда спрятал. Ну, как спрятал. Со всеми инструментами бы здесь бы хранил. Да вот только нету здесь, нифига, я смотрю. Реально нету. Так, давай здесь еще раз в комнатушке посмотрим. Так, фонарик. Всякая фигня, блин. Здесь тоже нету. Да что за ерунда-то? Василий, завязывай со своими фокусами с этими. Что-то прикопался ты ко мне, а? На, мусорный бак, с ним поиграй. Опа, нифига себе дела. Что-то он все того, по-моему. Подвесончики у него. Нет? Да хватит уже, что тебе надо от меня? Не, реально, просто нафига эта комната есть? Там нифига нету. Так, успел пробежать. Так, надо здесь день посмотреть, я не знаю. Может быть здесь день волоточек валяется. Сверху. Да нету нифига нигде этого молоточка. Что, может на всякий случай кинуть шар для бойлинга на ежика? Может быть он мне тогда даст молоточек? Не, ну более бредовые идеи я еще, по-моему, никогда в жизни не предлагал. Нету-нету молотка. Не, ну реально нету. На кухне нет, нигде нет. Василич, иди на улице погуляй. Он по улице реально пошел гулять. Да е-мое. Здорово, Василич. Мне кажется, он там того заблудился немножечко. Куда-то дели молоток. Не, ну я уже все, весь дом убежал. Я не знаю, где он еще может лежать. Еще раз сверху посмотреть. Ну какой смысл? То есть здесь лежал красный ключ. Только красный ключик был и все. Больше ничего не было. Здесь у нас тоже ничего нету. Может вы куда-нибудь спрятали, нет? В камине посмотреть? В камине тоже нету. Офига себе, у тебя ножка классная. Еще и на скотч заклеил на изоленту. Или что там такое? Не, ну только не говорите, что он сверху, потому что наверх я здесь никак не залезу. Здесь лестницы нету, чтобы наверх лезти. У тебя вообще не... Ой-ой-ой-ой. Непонятно, на чем держится. Ножки-то вообще даже ничего не задевает. Не, ну комнатка же есть. Значит, должен быть и лом где-то. Шляпа есть. Нафига мне, блин, кепка? Я же вроде здоровый мужик, блин, в кепочке сейчас сваливать буду. Ага. Не, ну это точно какая-то подманочка. Однозначно. Все, я все комнаты просмотрел. Только и сразу же что посмотреть. Не, ну я думаю, эта штука мне вряд ли поможет. В раскручивании. Ну лом-то он не маленький, он не может просто так взять и пропасть куда-то. Ну везде мне подскажут, что надо в ежа кинуть шарик от боулинга. Шарик, говорю, бей. Шар. Кар-кар, блин. Да ё-моё, да чё ж ты постоянно-то наравне со мной ухожешь? Может, здесь лежит? Нет, здесь тоже нету. Как-то это все подозрительно. Здорово, Василич. Да чё ты прикопался-то? Нифига ты меня в прыжке там ловишь. Чё-то страшновато, как-то немножечко я бы сказал. Так в шкафу пока посидим на всякий случай. Подожди, а какой ещё нафиг золотой ключ? Аня, что мне открывать золотым ключом? Василич, а чего золотой ключ? Давай сознавайся. Здесь же нету больше замков. Может быть, я типа этот замок мог им открыть? Да ё-моё. Стоять, Вась, нифига у тебя глаза какие страшные. Не надо быть таким страшным. Чё-то я ещё не понимаю, что чё-то... Сверху шкафа, гляну, тоже нету. Зато есть золотой ключ. Опа, на нифига себе там стоит кто-то. Там ребёнок маленький, его спасти надо однозначно. А куда мне применить-то золотой ключ, блин? А, подожди, точно. На втором этаже можно дверь открыть. Ну это такой себе, если честно. Вот где он лежал, значит. Ты что-то обрадовался, такой золотой ключ куда-то можно деть, примастить. Деть-то можно примастить. Вон Василий спать уже упал. А толку-то, блин? Блин, почему тебя креслом-то вообще не сбило? Сколько можно бегать-то бесконечно? Бегаю и бегаю. Непонятно чем занимаюсь. Пам-парам-пам-пам. Может, реально где-нибудь здесь у соседей глянуть? Может, в мусорке в какой-нибудь валяется? Ну нету, нету его нигде. Может, у меня в доме есть? Да кого у меня в доме, кроме, блин, стула и коробки? Нифига не, а то и то это какие-то выставочные образцы. У меня даже срайлика здесь нет. Я на кафере, блин, сплю. Иногда на деревяшках. На деревяшках теплее, чем на кафере все-таки. Не, ну я, по-моему, все обошел. Ну, просто нету. Просто потому что не было тебя. Вот и все. Эту комнату я тоже все осмотрел. Все комнаты полностью осмотрены. Куда он подевался, непонятно. Это вроде все внимательно везде. Где же этот молоток, я вообще прям понятия не имею, может быть. Просто уже реально 10 раз все обошел, все везде посмотрел и нигде нету. Не, ну он может быть реально где-то на крыше. Бинокль же не зря лежал. Ну я не вижу, по крайней мере. А залезть, мне кажется, на тот большой дом, я думаю, это как-то немножечко сложновато, что ли. Так, здесь нигде нету. Не, ну мало ли, может, Санта-Клаус приходил, блин, здесь оставил. Где-нибудь здесь. Я бы вообще тогда офигел. Так, ну нету здесь ничего. Нифига себе дерево какое-то странное. Не, ну вариация, что он здесь, равна мне кажется нулю. Просто нулю. Так, здесь тоже наверх никак. И здесь никак. Я вообще где-то, блин, летаю в небе здесь. Все, здесь посплюгдить. Итак, здорово, народ. С вами, как всегда, был я, Леха Сметник. Ну вот, нашел какой-то мод. Смотрю, по крайней мере, изменено здание. Попробую пройти. Ну, как вы видите, я не могу найти ломик, либо молоток. Я вообще не уверен, что он здесь есть. Потому как, вы знаете, это тестовый уровень, который, в принципе, если я даже открою дверь в подвал, то у меня не будет подгружаться какой-то второй уровень. Мне кажется, там просто так сделали, знаете, заманушечку, что там, типа, стоит меня. И что нужно до него дойти, спасти. Ну, а по факту, мне кажется, туда нельзя попасть. Ну, либо реально где-то так очень-очень прям хорошо спрятан ломник с молотком. Мне кажется, причем молоток, скорее всего, где-то спрятан. Но я понятия не имею, где он может находиться. Ребята, я смотрю, вы уже у нас который день отдыхаете. Так, стой, стой, стой. И нет, ничего интересного. То есть, и комнаты, в принципе, просмотрели, которые только есть. Второй этаж мы полностью просмотрели. Первый этаж мы полностью просмотрели. Все это вообще как-то бессмысленно. Я не знаю. Может быть, он вообще валяется где-то между домов, к примеру. Либо прям где-то как-то вот заныкан. Там, не знаю, в ванне, например. На потолке, может быть, висит. Но тут я, честно, вообще без понятия. Где, где искать. Тем более, знаю, что это мне ничего не даст, даже если я его найду. Так, вот сейчас сюда пойдет. Так, ладно, фиг с ним. Я вроде уже более-менее выздоравливаю. Поэтому надеюсь, что сегодня запилем хотя бы пару роликов. А не по одному ролику, как было предыдущие два дня. Ну, куда поделать. Жизнь такая штука, как говорится. Так, ну все, ребята. Я уже реально, мне надоело просто бегать и искать бессмысленно. Причем, блин, я понимаю, что никакого финала и так далее мне не покажут. На этом все, ребят. Спасибо, что смотрите меня. Не забывайте ставить лайки, либо дизлайки, если вам не понравилось видео. Оставлять свои комментики. Подписываться, конечно же, на канал. И жать на колокольчик, чтобы всегда первыми заходить на мои новые видосики. И писать, что вы первые. Ну, как обычно, все, в принципе. Кстати, камеры у него странно, что не работают. Потому что я отключил, наверное. Ну, блин, ну вот, ну никак, никак не снимается. Я не знаю, ребят. Если вы знаете, допустим, где найти, то напишите. Вроде как я нашел сегодня еще один мод, который можно будет сыграть. Но я хотя не запускал, даже боюсь этого делать. Потому что, может быть, он не оправдает мои, скажем так, надежды. Ну, вот на кухне тоже здесь вот, ну, спрятать негде. Просто вот негде спрятать. Я вот просто реально, я не понимаю, где он может быть. Может быть там, где в прошлый раз лежал красный ключ. Не, ну это зашквар уже прятать где-то сверху на шкафы. В таком месте, где никто не видит, грубо говоря. Это, это, это уже реальный перебор, мне кажется. Ну, нет, 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 нету. Можно даже телек подставить с него, подпрыгнуть и посмотреть на верочку. Просто разработчик карты решил так всех потроллить. Мне кажется, на самом деле ключ нету, нету нигде ломика. Хотя, может быть, есть. И, ребят, я не знаю, все. Давайте на этом закончим данный видосик. Я лучше приступлю к снятию следующего. С вами, как всегда, был я, Леха Смитник. Ребят, всем удачи, всем пока, всем добра. Всех с 8 марта, который еще начался позавчера. И который до сих пор, я не знаю, сейчас 4 дня от женского сабанту и кого-то идет. Поэтому я сейчас стараюсь сидеть дома, никуда не выходить. Завтра мне еще идти на день рождения. Ладно, давайте, ребят, все. Добра вам. Всем удачи, всем пока. Ну вот, как обычно, блин, а меня ты не спрятил. Хочу я попрощаться, не хочу. Так, ребят, я не знаю, кто-то меня смотрит. У меня такое чувство, что я в каком-то шоу участвую. Я какой-то периодический второй я начинаю что-то местами говорить. Так, ладно, я пойду спать. Вообще, вообще у меня дел много. Надо продолжать бегать, там, голубей гонять, там, не знаю. Бомжей распинывать. Ну, в смысле, что значит распинывать? То есть подкармливать, я хотел сказать. Так, все, ладно, я пошел. Сейчас с Васильевичем вместе объединимся и скоро увидимся. Все, все, меня нету, давайте. Всем пока. Так, ну и че сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин. Однозначно. Потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик. И жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Легкий Сметника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда нажать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думал, что это все, что я от тебя просто вот так так возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший. Ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. Ютуб думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.